Здравствуйте, в эфире программа подробностей. В гостях у меня сегодня Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Ну и вот поговорим сегодня об, пожалуй, одной из основных проблем на наших дорогах, это пьяный за рулем. Вот какова статистика имеется на данный момент, как много происшествий дорожных произошло по вине вот именно этой категории водителей. За 9 месяцев текущего года на территории Рязанской области зарегистрировано 153 ДТП с участием нетрезвых водителей. 26 человек погибли и 243 получили травмы. И количество ДТП, и количество погибших, и количество раненых у нас снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как вы знаете, с 1 июля текущего года было ужесточено наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. И если взять вот этот промежуток до вступления в силу поправок за первые 6 месяцев, и посмотреть потом, что изменилось за 3 месяца, то мы увидим, что за 6 месяцев у нас был рост на 50% количество погибших, то сейчас у нас на 21% снижение. И на 31% снизилось количество ДТП, и количество пострадавших также снизилось и на 24%. Поэтому мы предполагаем, что вот эта мера уже начала действовать. И она как-то, скажем так, отрезвила некоторых людей. Но суть все равно получается в том, что люди не ответственнее стали, да, а просто стали больше бояться наказания, потому что оно стало строже. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, вот что грозит людям за то, что они первый раз нарушат, да, правила, и второй раз. Да, начнем с того, что если водитель попадается первый раз в нетрезвом состоянии за рулем, то предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Если же человек повторно попадается в состояние опьянения, здесь уже не административный кодекс, а действует норма статьи 264 Уголовного кодекса, и там уже предусмотрено совсем другое наказание. Да, там, конечно же, лишение права управления на срок 3 года, и предусмотрены некоторые другие наказания, а именно общественные работы, принудительные работы, штраф от 200 до 300 тысяч, а самое главное и лишение свободы до 2 лет. В настоящее время на территории Рязанской области, вот с 1 июля начала действовать эта поправка, и в настоящее время уже возбуждено 187 уголовных дел. То есть это достаточно много, это вот 187 водителей, которые попались именно повторно управлять транспортным средством в состоянии опьянения. И, конечно же, и уже и по всей России есть судебное решение, и в Рязанской области есть решение. Пока вот на территории нашей области рассмотрено 2 уголовных дела, и суд присудил общественные работы 160 и 100 часов, ну и, конечно же, лишение права управления. Но здесь важно понимать еще вот что. Это не только наказание, но еще ведь есть и, скажем так, опосредованное наказание. Вот, допустим, вам суд присуждает несколько сот часов общественных работ. Вам их когда-то нужно отрабатывать. Вы где-то работаете. Конечно, работодателю не понравится, и такой работник совершенно не нужен, который не может выйти на работу. То есть вам придется там несколько месяцев, грубо говоря, мыть светофоры, на вокзалах туалеты и так далее. Нет, конечно, может кому-то это и понравится, но в основном нет. Нет. Вот. И поэтому чаще всего такой человек может просто потерять работу. Ну, мы уже и не говорим о тех людях, которые зарабатывают на хлеб именно вождением автомобиля. Поэтому кроме статьи Уголовного кодекса или административного, такой человек может потерять работу. Плюс у нас, если человек не имеет права управления, но все-таки сел в состоянии опьянения, предусмотрен арест, и в нашей области уже порядка полторы тысячи арестованных. Вот. Здесь тоже работодателю такой сотрудник чаще всего не нужен. Поэтому здесь и кроме наказания еще и возможность потерять работу. Ну, мне кажется, наши люди устроены, в принципе, таким образом, да, что мало кто верит, что его могут посадить за то, что он пьяный и поездил в тюрьму. Как бы насколько это реально, насколько действительно могут. Да, к сожалению, любителей и людей, тех, кто садится за роль, у нас достаточно много в состоянии опьянения. За 9 месяцев текущего года у нас уже нашими сотрудниками выявлено около 5000 нетрезвых водителей. Это достаточно много. Чуть больше, чем в прошлом году. Однако, все-таки, это, наверное, мы бы здесь говорили о том, что наши сотрудники хорошо работают. Мы же постоянно анализируем аварийные дни недели с участием нетрезвых водителей. И, соответственно, как это, пытаемся увеличить плотность нарядов, да, время, районы, там, город Рязань, там, какой-нибудь Сараевский район, Ряжский и так далее. Ну, я, к примеру, привел их, где больше, туда и направляем дополнительные экипажи. Ну, в основном, конечно же, это пятница, суббота, воскресенье, когда люди, большинство людей не работает. Кто-то пораньше заканчивает, кто-то кому-то едет в гости, особенно из других регионов. И тут вот происходят такие казусы. Люди выпивают, садятся за роль, кому-то что-то не хватило. Вот, либо там на дискотеку дальше продолжат движение. Вот, мы стараемся в эти пятницу, субботу и воскресенье, у нас есть специализированный взвод, который может двигаться по всей области, и мы определяем наиболее аварийные районы. Вот, дополнительно туда же экипажи посылаем. У нас есть штаб батальона, который обслуживает этот батальон, город Рязань. Он выходит дополнительно на работу. Есть управление ГИБДД, МРЭО. Все эти сотрудники привлекаются именно к выявлению нетрезвых водителей. Плюс руководство МВД нам идет навстречу, и мы таким образом повышаем плотность снарядов. То есть, мы в экипаж. Экипаж, бывает так вот, проводим рейды, что экипаж состоит из инспектора ДПС, или там сотрудника управления, ну, в общем, сотрудника ГИБДД. И вторым человеком в экипаж идет сотрудник другой службы. ППС, лицензионно-разрешительные работы, ПДН, участковый и так далее. То есть, мы не два инспектора уже сидят в машине, а один. И мы таким образом у нас повышаем плотность снарядов и можем больше охватить районов. Чаще всего мы, конечно же, направляем наши дополнительные экипажи в районы. Ну, вот чтобы все точки надо и расставить, пьяный за рулем. Да, вот что значит пьяный за рулем? Многие, например, до сих пор считают, что выпил бутылку пива, не пил, да, трезво, и как бы все нормально вот в этом плане. Ну, у нас, конечно, в ряде стран Европы допустимый порог алкоголя достаточно большой. У нас достаточно маленький. И мы считаем это верным, вот, потому что чаще всего человек не может остановиться, особенно в состоянии опьянения. Поэтому здесь даже бутылку пива не надо выпивать, иначе, ну, у всех усвоимость организма разная. Человек может не поесть на голодный желудок, а на голодный желудок пиво, конечно, оно быстро всасывается, попадает в кровь, и человек быстрее пьянеет, и тяжелее, чем если он сыт. Поэтому не надо рисковать, не надо выпивать, вот. Ну, давайте, наверное, про примеры поговорим. У нас, в общем-то, еженедельно происходит ДТП с участием нетрезвых водителей. Вчера в Скопинском районе было водителю в состоянии опьянения, врезался в дерево, попал в больницу. 6 октября в Ряжском районе выехал навстречу на дороге Москва-Астрахань. Тоже люди пострадали. Недавно на высоковольтной женщина-водителя в состоянии опьянения собрала 4 машины. И, к сожалению, бывает так, что травмы получают дети. В Сараевском районе летом было ДТП, там нетрезвый водитель сбил пешеходов, два ребенка маленьких погибли. Бывает так, что и получают травмы дети именно тех водителей, которые находятся в состоянии опьянения. Мы призываем и всех людей занимать гражданскую позицию активную, чтобы увидел пьяного, сообщив полицию сразу. И не надо думать, я там не такой, я стучать не буду, что там обо мне подумают друзья, родственники и так далее. Давайте представим, что вот именно вы, допустим, не сообщили о нетрезвом водителе, которого увидели, а он совершил наезд на вас, на ваших родных, близких. Что тогда? Тут поэтому надо именно сразу звонить в полицию. Мы даем иногда анонс о том, что у нас предстоят рейдовые мероприятия, профилактические мероприятия, да, на предстоящие выходные или в какие-то другие дни нетрезвый водитель. Некоторые интересуются, а зачем вы это даете? Пьяные же будут знать, а вы их не поймаете. Так это и хорошо, если пьяные будут знать, и они не поедут. Это делают в целях профилактики, самое главное в нашей работе это профилактика, не наказание, как многие думают, а именно, чтобы этого нарушения не было. И если люди будут знать, что вот сотрудники ГИБДД усиленно работают в эти выходные, то может быть кто-то задумается, и когда выпьет, не поедет, и мы спасем чью-то жизнь. Да, задумываться надо. Спасибо вам, Владимир. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Это программа подробностей. Увидимся.